Глава Таджикистана поблагодарил правителя Казахстана за гуманитарную помощь. По его словам, это очень важные аспекты двустороннего партнёрства и дружбы между государствами. В ходе беседы президенты обсудили реализацию совместных договорённостей. По их заявлениям, сейчас очень важно развивать общую торговлю и создавать новые проекты в разных сферах экономики. Стороны также подчеркнули важность поддержания стабильности в регионе и выразили готовность сотрудничать в сфере безопасности и вооружений. Такаев также принял председателя Совета директоров Ланкастер Гроб Казахстан Берека Каниева, сообщает пресс-служба Аккорды. В ходе встречи глава государства ознакомился с проектами компаний в сфере спорта, образования и экологии, а также о вкладе холдинга в борьбу с коронавирусом. В частности, Берек Каниев доложил президенту об итогах футбольной лиги «Жаск Иран», созданной с целью всесторонней поддержки детско-юношеского футбола, улучшения инфраструктуры тренировочных центров и повышения квалификаций тренерского штаба. Касым Жамарт Такаев был проинформирован о проекте Quantum Steam Schools – инновационной сети частных школ в Казахстане, ориентированной на обучение на основе передового опыта Сингапура и США. Также главе государства был предоставлен общественный фонд AirVision.kz, созданный с целью улучшения экологии города Алматы. В конце встречи Такаев подчеркнул важность продвижения спорта среди молодежи и пожелал всем, кто к этому причастен успехов. Также в рамках выставки Future Road экспо Астана в Нур-Султане на встрече партнеров АО «Казахский туризм» по внутреннему туризму рассказали о новой мере по поддержке туристической индустрии. Казахстан предоставит механизм возврата 25% от расходов на транспорт за 2022 год. Модератор встречи, заместитель председателя правления Казахского национального туристического общества Кайратсадвакасов сказал, что транспорт составляет значительную часть в структуре транспортных расходов во внутреннем туризме, составляя в среднем до 30-50%. При этом, по оценкам экспертов, износ автопарка в сфере туризма достигает 80%. В первой части круглого стола автопроизводители, туроператоры, региональные акиматы и офисы казахстанских туристических проектов обсудили вопросы, связанные с повышением комфорта и безопасности туристического транспорта в современных реалиях. Также подробно раскрыта государственная поддержка приобретения туристического транспорта. В ходе обсуждения участники предположили, например, что в будущем необходимо будет расширить меры по финансированию транспортных средств для индивидуальных туристов с интенсивным движением, по примеру, Узбекистана. По мнению туроператоров, это очень важно для развития экологического приключенческого туризма в стране.